А привет! Вот я иду в магазин, приближаюсь к мельнице, Лян-Марку, которая стоит возле улицы Амирова, садика Амирова. Бывшая мельница, это были парные мельницы. Одна стояла на угол Азадлык-Низа-Михагани, а вторая стояла на угол Пушкина-Низа-Михагани. Это были парные мельницы. Паровоз возил зерно с одной на другую, мололи, и вот так курсировал паровозик. На нашем перекрёстке выпускал, останавливался, выпускал дым. Ехал дальше. Не дым, а, наверное, ну да, дым. Вот недавно я дома, значит, наткнулась на книгу, которую я купила не так давно, в прошлом году. Книга Хатулаева-Фигарова, Шамиля Хатулаева-Фигарова, нашего замечательного знатока архитектуры, градостроительства. Но, к сожалению, уже его нет. Он умер, кажется, в 2012. И перелистывая страницей, я увидела вот этот дом по главой, который стоит на Агани Амирова. Очень красивый дом с башней. Его уже облицевали, поэтому он имеет очень приличный вид. Я всегда задумывалась, чей же этот дом, кому он принадлежал. Кстати, в книге Хатулаева написано, что и мельница вот эта принадлежала Скобелеву. Я почему-то думала, что Агабала Кулиеву. Ну, возможно, это были какие-то партнерские отношения, и партнерство какое-то. Значит, мельница принадлежала Скобелеву. А этот угловой красивый дом, если ссылаться на книгу Шамили Хатулаева, он является доходным домом, принадлежал Мусе Нагееву, и был построен замечательным одним из поляков, гражданских инженеров обучающихся, которые прошли, получили образование в Санкт-Петербурге. Пять поляков. Плашко. Плашко, который украсил наш город дворцом счастья, дворец Муртузы Мухтарова. Исмаилия, ныне Академия наук, которая, кстати, тоже была выбрана по заказу Мусе Нагеева. Итак, дом, архитектор, доходный дом Мусе Нагеева, архитектор Плашко. Говоря, я не помню, говорила я или нет в своих видео, я в интернете, да и ас, встретила информацию. Встретила очень интересную информацию относительно вот этой замечательной, гениальной пятёрки поляков. Кославский, Плашко, Скуревич. Кстати, Скуревич, который явился архитектором дома Агабалы Кулиева на улице Мухтарова, где сейчас находится союз архитекторов. Скуревич, Сгибинский и Борис Оглебский. Заметка была посвящена очень интересному событию, открытию мемориальной доски в памяти пяти польских архитекторов. Доска была открыта нашим президентом Ильхам Алиевым и польским президентом. Возле доски размещены фрагменты самых знаменательных строений этой замечательной пятёрки. И улица названа в честь пяти польских архитекторов. Но, как указано в заметке, эта доска и улица находятся в старом городе. В общем, не написано, где в районе старого города. Адреса я не нашла. Я думаю, что, может, где-то в районе Сума, может быть, выше, туда, к Тазапиру. Короче, кто знает, где находится эта улица, скажите, и мы сделаем репортаж. Кстати, как-то мне тоже встретилась заметка Бахрама Багирзады о том, что нужно, нужно поставить в Баку памятник этим замечательным архитекторам. И вот, как бы, замечательное вот такое решение осуществлено. Нам осталось только найти эту улицу. Ну, друзья, я купила всё, что нужно в белорусском магазине. Если кому интересно, мы движемся по улице Низами. Сейчас идём. Справа будет 160-я школа. Впереди Азадлык. Мы завернём налево к улице 28 мая. И вернёмся чуть-чуть назад. Напротив кирхи есть хороший, скажем так, собачий. Забыла название такого магазина. Мне нужно Чендеру купить корм. Впереди Лянмарк. Сторона выходит на улицу Низами. И там есть хороший зал. Называется Ротонда, где проходит интересный концерт. Поворачиваем на Азадлык. Подходим к улице 28 мая. Вот ясень. Видите, первые начинают украшаться красками осени. Ясени. Всё, выходим на 28 мая. Поворачиваем налево. Здесь красивые угловые дома. Я не знаю, чьи это дома. Возможно, когда-нибудь встречу в каких-то книгах о градостроительстве Баку. Чей-то доходный дом. Ну, я так и сказала доходный. Думаю, что он доходный. А вообще, вот эти два дома по бокам от ворот кирху, они создают ансамбль. Как бы парные дома. Сейчас мы увидим, какие они красивые. Посмотрите, вон торчит шпиль кирхи, вот этот дом. И такой же слева от ворот. Это арка. В этом дворе кто-то жил. Ну, всем привет жителям этого двора. Здесь жили знаменитые люди. Давайте заодно посмотрим, кто здесь жил. Так. Чай-то Олег Первого жила в этом доме. Я не вижу, плохо видно. Знаменитый дом, знаменитыми своими жильцами. Заджан Заде. Полюбуемся еще раз кирхой. И на этом попрощаемся, потому что я очень здорово нагрузилась. И уже будет не до съемки. Пока, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok